Сейчас сортируем нашу как-то импровизированную мусорную корзину на четыре типа отходов. В данном случае детки сообразили правильно. Они сортируют на металл, пластик, картон и алюминий, и стекло. Оренбургские школьники принимают активное участие в борьбе за чистый город. На экологическом фестивале они учатся ресайклингу, переработке отходов и дарят вещам вторую жизнь. Бутылки пластиковые, нужно ставить отдельно. Сортируем бумагу, пластик, все отдельно, стекло. Например, как бутылки отдельно, стекло отдельно, бумага отдельно, все это, пластик тоже отдельно. Как я помню, пластика в синий контейнер. Тюльпаны из одноразовых ложек, подсвечники из банки с кремом, кожаные миниатюры сумок и обуви. Все это создано благодаря фантазиям детей и их желанию сделать мир лучше. Мы учим, как из отходов делать полезные вещи, то есть сдавать вторую жизнь отходам. Например, из обыкновенной проволоки, смотрите, алюминиевой, которую все сдают в скупку, мы делаем вот такие украшения из проволоки. То есть мальчики, будущие ювелиры, отрабатывают технику, а потом покупают золотую проволоку и, пожалуйста, ювелирные работы. Начиная с простых уроков, заканчивая опытами и исследовательскими работами. В детском эколого-биологическом центре ребят учат беречь природу. Посещать эти занятия можно с пяти лет. Это биология, химия, это зооуголок наш, это опыты на природе, то есть это пробы почвы, пробы воздуха, это исследовательская деятельность, которую ведут наши дети. Мы хотим, чтобы наш город, наша страна были чистыми, чтобы наши дети жили в чистой стране, в чистом городе. Вот такая наша цель. Профессия эколога сегодня востребована и абитуриентов на направление по защите окружающей среды с каждым годом становится все больше. А после получения образования почти стопроцентное трудоустройство по специальности. Я поступила на такую специальность, потому что, прежде всего, это очень интересно и это очень актуально в наше время. Экология, она везде, она на всех предприятиях в жизни, в принципе. Задача подобных фестивалей – рассказать ребенку, что природные ресурсы конечные, а экология – это не где-то далеко, а рядом с ним, каждую минуту. Екатерина Хигай, София Митязова, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ.